Знаю, что уже более 2 миллионов доз у нас произведено, или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня. Производство на первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции, спутник ВИИ, это дает нам возможность начать, если не массовую, то масштабную вакцинацию. Прививать людей массово от COVID-19 начнутся следующей недели. Сейчас в нашем регионе вакцинацию уже проходят работники красной зоны, которые чаще других сталкиваются с инфекцией в силу своей профессии. Остальные рязанцы только готовятся к масштабной вакцинации. Я смотрю на это положительно, но, наверное, не буду вакцинироваться, потому что вакцина еще не проверена толком. Как-то опаска какая-то есть. А я переболела COVID-19, поэтому мне, видимо, не нужна будет вакцинация. Нет, наверное, не пойду, я не считаю в этом смысла. Я как-то не верю в этот коронавирус, если честно, не особо. Скептически как-то отношусь к этому. Если есть коронавирус, то мы там ими переболеем, то есть ничего глобального, я считаю, не произойдет. Ну, мы не пойдем вакцинироваться точно. Я думаю, что вакцина еще не готова для того, чтобы ее испытывать. Не хочу быть подопытным кровью. Если бесплатно, положительно. Дело нужное. Потому что медицинский факт доказан, что это помогает не заражаться. Сейчас на вооружении Минздрава Рязанской области пока только 42 дозы вакцины от коронавируса. Но в самое ближайшее время ожидается поставка новой партии «Спутник-5». Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Но все ли решат сделать прививку? Сам не буду. Не знаю. Не считаю нужным. Она не нужна никому. Это еще не обоснованно, не доказано. Раньше в советское время вакцину разрабатывали 15 лет. А сейчас за полгода они хотят массово вакцинировать. Пока на меня очередь дойдет. Я старше 65. По первой очереди там медики, военные, силовики. Так что, когда очередь дойдет, видно будет. Надо, конечно. Почему? Ну как, чтобы народ не болел. Пока идет подготовка к массовой вакцинации от коронавируса, прививочная кампания от гриппа продолжается. Она началась еще осенью, но будет проводиться и в начале декабря. Прививку от гриппа очень желательно делать, потому что она, есть такое исследование, она повышает не специфический клеточный иммунитет. А клеточный иммунитет играет важную роль в защите от коронавирусной инфекции. Поэтому те, кто не привился от гриппа, настоятельно рекомендую это сделать. Количество тяжелых форм заболевания у привитых от гриппа при коронавирусной инфекции существенно меньше. Прививка от коронавируса, как и от гриппа, в дальнейшем может стать регулярной. Пока же первыми вакцину «Спутник-5» получат люди из группы риска – врачи и учителя. Алиса Катрувская, телекомпания «Город».